Почему началось сегодняшнее заседание с глобальных вызовов? В самом деле глобальных вызовов, как мы слышали сегодня, как знают все, вообще-то совсем несколько, их очень немного основных. Один вызов это 7 миллиардов людей, да, и то, что не очень говорилось сегодня, все эти люди принципиально меняют свое здоровье, да, поэтому важнейший образ. У нас меняется парадигма здравоохранения и меняется спектр болезней, да. Если раньше были болезни одни, потом после Второй мировой войны были болезни другие, то теперь это, вот видите, говорили о том, что есть предложенные инфекции, связанные с образом жизни, например, ожирение, да, или диабет, потому что люди неправильно, у них неправильный образ жизни. Либо у нас есть огромное количество наследственных заболеваний у людей, потому что те люди, которые имеют эти заболевания, раньше, там, что ли, там, они просто умирали, а теперь из-за того, что есть такая хорошая медицина, они выживают и дальше они передают их своим детям и так далее, и так далее. Меняется парадигма здравоохранения, это раз. Второе, это есть проблема энергетики, да, и мы говорили о том, что есть металл, есть энергетика, все остальное, и это связано с окружающей средой, это связано с экологией, это важнейшая проблема, которую нужно решать. Третье, это проблема воды, о которой сегодня не говорилось, очень жалко, да, потому что есть проблема воды, и эта проблема необыкновенно важная, и через несколько десятилетий вода будет стоить дороже нефти, в самом деле. И помните фантастические рассказы и кино, когда люди занимались тем, да, по-моему, про Джеймс Бонд, это было такое кино, когда человек понимал, что нужно торговать водой, а не чем-то другим, и как бы это будет большой бизнес. Да, наконец, еще одна вещь, и это связано, мы тратим 60-70% воды на сельское хозяйство, и как бы очень важно, чтобы это было решено, поэтому нам нужно новое сельское хозяйство. И есть решение, очень важное для большинства этих вызовов, это биоэкономика, это решение этих вещей с помощью существующих биологически понимаемых процессов, да. И одна из наиболее революционных вещей, об этом говорил сегодняшний министр здравоохранения Великобритании, это появление возможности чтения генетической информации. Мы научились читать, а скоро мы научимся ей писать новую генетическую информацию. То есть святая святых будет работать теперь на то, чтобы решать и отвечать на эти вызовы. Я думаю, что вот это очень важная вещь, которая будет все больше и больше пониматься в нашей стране. Да, это очень хорошо понимается сейчас и в США, и в Европе, и в Китае. Потому что огромное количество вещей... Наша руководительства, она говорила о том, что вы научитесь иметь, руководительство, что это необходимо видеть в таком степени, чтобы иметь пустое направление, но не придется, но быть в этом направлении самым упередом, да? Нет, нет, но подожди, но подожди. Мы говорим о том, что вот тот набор направлений, который мы могли бы выбрать, они сейчас сегодня не состоят. Нет, абсолютно нет. Нет, потому что, как бы вы говорите о разных вещах. Мы говорим о глобальных проблемах, а дальше решение этой глобальной проблемой, с одной стороны, заключается в решении очень частных проблем, и в совокупности решает большую проблему, с одной стороны, а с другой стороны, происходит несомненная конвергенция наук, когда у вас нету отдельной химии, отдельной биологии, отдельной физики, а у вас есть некая общая, ну, вот так называемая, как бы наука, да, которая решает, используя все технологии и методы, вот нанотехнологии-то к чему относятся, да, то есть это вещи, которые решают. А дальше я могу сказать следующую вещь, что геном за одну, геном человека, это прочтение генома человека за одну тысячу долларов, то есть за 30 тысяч рублей через, может быть, год, да, сейчас это стоит 10 тысяч долларов, у вас стало возможным только благодаря данной технологии, в самом деле, потому что технологии стали микро, и поэтому они стали дешевле. Поэтому принципиально важно использование биологических, понимаете, использование биологических подходов к решению проблем и экологии, к решению проблем, и здравоохранения, к решению проблем и воды, и энергетики, и так далее, и так далее.